Что он имеет в виду, когда говорится о выполнении Торы и заповедях практически? Практически, когда мы это делаем руками, ногами, всем, что мы можем, всем нашим телом. Ещё один вопрос, Раф. У нас есть выяснение, когда мы говорим о Торе и заповедях, у нас есть выяснение, которое занимается практикой и намерением. Как вместе совместить практику и намерение? В то время, когда мы выполняем действие, желательно это выполнять с намерением, относящимся к этому действию. Есть здесь в статье, Рапаш говорит о украшении Торы и заповеди. И Кос спрашивает об этом слове «украшение». Это добавка красоты, добавка в украшение этого. Это называется украшением. Вот и всё. Спасибо, Раф. Какая разница между, скажем, пресисией в выполнении заповедей и, скажем, пресисией в выполнении заповедей? Что это за украшение, украшение и намерение? То ли одно и то, или то же. Нет. Намерение — это намерение. Украшение, а украшение — это добавка. То, что я могу сделать. Я могу ходить в покрывали весь день и входить в разные места и работать. и делать всё, облачившись в одеяло. И могу сшить какую-нибудь одежду для себя и так ходить. То есть украшение — это, когда я выполняю действия, которые мне важны, я делаю из них что-то с добавкой красоты своего отношения к этому. Это называется украшение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!